Добрый день! Вы смотрите Вести Хакасия в студии Натальи Гармашова. Заготовка кормов на зиму – первостепенная задача, которая стоит сегодня перед хозяйствами республики. В общей сложности требуется запасти сено по 25 центнеров на каждую голову скота. Урожа требуется почти 100 тысяч тонн. Условия для корма заготовки в этом году удовлетворительные. Урожайность сена выше, чем в прошлом. Уже собрано в среднем 3 центнера на одну корову. Отстают пока хозяйства Джаникидзовского и Ширинского районов. Там работы задерживает дождь. Осадки уже загубили 5,5 тысяч гектаров зерновых. А вот Алтайскому и Аскизскому, наоборот, не хватает влаги. Отсюда и низкая урожайность. В этот список также попал сегодня и Бейский район. Между тем, эти территории вполне могут рассчитывать на хорошие запасы кукурузы. Добавим, что уборочная в этом году продлится до октября. Первый раз в первый класс. Уже через две недели первоклассники сядут за парты. В преддверии знаменательного события многие родители начинают активно готовить детей к предстоящим урокам. Кто-то занимается с малышами дома, кто-то в августе приводит своих чат в школу. В 22-й школе Абакана две недели работали подготовительные курсы для первоклассников. Совершились они только в минувшую пятницу. Эти уроки пока еще не совсем настоящие. Малыши еще не ученики, а только готовятся ими стать. Поэтому и пришли в класс. Педагог Надежда Медведева вспоминает, сначала ребятам было сложно усидеть за партами, а сегодня дошколята уже многому научились. Прежде всего, они знакомят с правилами поведения ребенка в школе. То есть, как обращаться к учителю, как обратить на себя внимание, если тебе что-то нужно спросить. Знакомиться, что такое урок, перемена. Ну и вообще-то они приобретают здесь в себе очень много друзей. В школу малыши приходят всего на пару часов в день. В это непродолжительное время укладываются занятия по математике, развитию речи, ни одно не обходится без игры. Так интереснее и лучше запоминается материал. Освоить грамоту за две недели такая задача перед детьми не стоит. Но вот научиться соединять звуки в слоги – это вполне реально. Мы сейчас рисуем, а потом мы будем учиться в тетрадке рисовать, писать букву «А» и букву «У». Одно из любимых занятий – рисование. Сегодня через рисунки малыши воплотили свое отношение к природе. Нельзя баловаться, нельзя вставать, нельзя не уходить без спроса. На природе тут людей много собралось. Они там отдыхают. Нельзя бросать мусор, кричать, музыку громко включать. Традиционно знакомство шести семилеток с учебным заведением проходит в последней группе детского сада. К малышам приходят учителя, детсадовцы вводят на экскурсии в классы. В управление образования пояснили – школы организовать курсы не обязаны, но могут. В Абакане делают это далеко не все учебные заведения. Исключение 22-я школа. Здесь августовские уроки для первоклассов проходят уже больше 10 лет. Учитель, проводя занятия вот эти, смотрит, анализирует детей, их способности. И потом, по окончанию этих занятий, может дать какие-то рекомендации, советы родителям. В этом году в школе набрали 5 первых классов, но на курсы записались всего несколько ребят. Не каждый родитель считает это необходимым, но те, кто все же привел ребенка в школу, об этом не жалеют. С детьми познакомилась, с новыми одноклассниками, чтобы научили еще дополнительно, что в садике учили еще дополнительно какие-то, дают знания, что-то. Они нужны, потому что мы в школу пошли, мы не умели читать, но буквы и цифры знали. И я считаю, что они нужны. Она как подучится читать. Такое повышенное родительское внимание к знаниям будущего первоклассника, конечно, плюс. Но психологи предупреждают, не стоит перебарщивать занятиями. Еще лучше дать ребенку отдохнуть перед серьезным стартом и выработать режим труда и отдыха. Наталья Громашова, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Туристы из Абакана покорили новую горную вершину. Группа побывала на Джунгарском Алатау в Казахстане. При этом для большинства путешественников продолжительный поход через ледники был первым в жизни. О своих впечатлениях от преодоленных километрах туристы рассказали нашей съемочной группе. Мне до сих пор интересно быть в новых районах. В Джунгаре я не был. Поэтому как-то так вот сложилось, что Джунгаре оказалось тем местом, где мы смогли под нашу группу сделать. Прежде чем отправиться в Казахстан на Джунгарский Алатау, нужно было тщательно изучить местность, продумать маршрут, определить, подойдет ли он для туристов, у которых за плечами не так много горных походов. И вот 13 июля группа семейного туризма, действует она при спортивной школе уже 10 лет, отправилась в продолжительное путешествие. В составе 12 человек. Сама юная участница похода всего 15. У каждого за плечами не меньше 5 килограммов ноша. Это спальные мешки, вещи, продукты, но главное амуниция. Без нее в горный поход не берут. Вот у меня в руках сейчас нижняя часть обвязки, потому что для большей безопасности нужна как верхняя часть, так и нижняя. Мы идем на веревки, связанные по нескольку человек на расстоянии. И если кто-то один вдруг падает в трещину, то остальные должны зарубиться ледорубами и его удержать, чтобы не ушел вниз. Владислав говорит, в походы его водили с детства. Но этот оказался самым серьезным. Уже потому, что маршрут пролегал через горные ледники. Преодолевать километры по снегу, под которым лед, интересный и в то же время опасный. Неизвестно, что скрывается под снежным настилом. Еще одно препятствие – бершунты, разломы ледника. Перебады высот в этих местах порой немалые. Маршруту через Джунгар туристы присвоили вторую категорию сложностей из шести возможных. Они определяются наличием, количеством перевалов и их серьезностью. Преодолеть успешно удалось все препятствия, говорит тренер. Новичкам помогали опытные горные туристы. На помощь в трудную минуту пришли Владиславу. Камень стоял огромный, мимо него уже несколько человек прошло. И буквально при касании он почему-то вдруг сошел. Хотя, не знаю, вначале пытался его удержать. Потом понял, что он слишком тяжелый и все. Дальше не помню. Цель покорить рекордную высоту туристы не ставили. Джунгар не дает больших высот. На этот раз приборы зафиксировали отметку около трех с половиной километров. В прошлое восхождение бывало и значительно больше, говорит Олег Владимирович. Зато этот поход останется в памяти как самый яркий и красочный. Ведь, несмотря на то, что на высоте лежал снег, уровнем ниже, все же в полном разгаре лета. Там все зеленое. Там куча летает насекомых самых разнообразных. Стрекозы, всякие мотыльки, всякое это самое. Животных полно, начиная там от тушканчиков, сурков и зайцев. То есть, они там вот визуально, мы их видели, кого видели. Там и медведь есть, там куча следов горных. Ну, кто там, олени, козлы. За плечами Олега Пиманова горные походы на Алтай, Памир, Кавказ. Есть и планы на будущий год покорить Гималайи. Пока это только мечты, говорит тренер. Но при желании, любую мечту можно реализовать. Наталья Громашова, Алексей Голубев, Вести Хакасия. И на этом все. Удачного вам выходного дня.